всем привет добро пожаловать на 91 урок по и добылась на этом уроке вам расскажу про такой сервис ламда edge это в принципе обычные ламда функции но они чуть-чуть необычные ладно так это скажу чем что это такое и так что такое ламда edge это фича который позволяет расширить возможности cloud front это может сказать ламда в принципе ламда функция которую мы уже знаем и клаут он который мы знаем ламда edge позволяют расширить возможности cloud front и вы можете обрабатывать запрос который идет на ваш cloud front в четырех его разных статусах или позициях где он сейчас находится вот такая картинка интересная допустим в end-user да вы засылаете запрос и этот запрос идет на в конце в конце концов на cloud front есть первый статус его это или позиция ли статус не так правильно как про по-русски сказать в общем по его статус это view request после того как он уже прошел зашел в класс он the cloud front засылает request на этот на origin допустим там с 3 баки да это origin request после того как origin возвращает response есть origin response и вирус пусть на вы можете ламда функцию поставить на любом из этих четырех мест или на всех сразу побороть лишь у вас есть возможность обрабатывать запросы на любом из этих стадий о стадии слова правильная наверно ко всему этому делу в общем короче есть и запрос viewer request вот это как он запускается когда cloud front получает запрос от клиента то есть одно адвент от индивиджа от вас от что еще послать запрос origin request и это река это ивент который происходит до того как как cloud front перенаправляет запрос к уриджи но это уже cloud front перенаправляет при этом уже клан фронт работает а уриджи при этом да но из 3 лот баланса ритам и ситу все что потом поддерживает принципе origin response это когда cloud front получает ответ от этого уриджи то есть от из 3 это убита на тысячу там страничка найдено страничка не найдено и всякое такое мы его тоже можно обработать от рекой с получается и последнее это view response это до того как cloud front возвращает ответ клиенту то есть когда уже это дело в cloud front и находится а то есть ответ вот менять уже какие-то хайдеры и заслайд это уже энд юзер его тоже можно поменять где это вообще можно использовать и для чего это вообще все надо примеры использования и так допустим можно проверять cookies или headers которые посылаются при запросе на вашу страничку и показывает разные странички при этом например для тестирования там и биты тестинг staging production можно на один и тот же криться дистрибьюшен сделать и ламда будет запускаться до допустим тот человек получит страничку и будет проверять там хайдер какой-нибудь и чего-нибудь с этим делать то же самое можно проверять хайдер юзер эджин например это опять же пример и показывать разные странички если человек пришел там с телефона то там резолюцию картины кому другую показывать если пришел нам такого-то браузера то такое показывать или написать его этом хэллоу короче ты используешь такой брусер в общем можно менять и манипулировать хайдерами можно также запрашивать юзернем или и пароль перед тем как показать вообще страничку можно послать запрос на другой сервис айдэ был с допустим это ланда может например ордес датабейс или там дайна мой деби датабейс перед тем как показывать какую-то страничку так вы можете аутентикацию в принципе сделать свою то есть человек там вводит юзерными пароль да и у вас рекой заходит в варде с проверяет этот юзерным там или не знать что нибудь и возвращает ему там респонд соответствующий и также допустим можно проверить и хэдер который и и а и называется делать перед направлением другие странички это одно из одна из тем которые я использовала тот клан дача использовал для паспорт для третьего крица пункта и и пятого на этом уроке я вам покажу как запрашиваю все что это как каландо функция работает показывать покажем этих хэдер как вырезать из реквеста и мы сделаем функцию которую принципе очень часто используем поверьте который будет запрашивать юзерными паспорт перед тем как показать нашу страничку и на клад ну что поехали итак мы на это было с консул и чтобы использовать ламду эйч нам нужен какой-то клатрон потому что ландо эйч это принципе экстеншен такое расширение клауд фронт для этого нужен клад поехали кантон я уже приготовил чтобы не тратить ваше время клан тронды дистрибьюшен у меня готов вот ведь его назвал тут коменд ламда эйч туториал и привязал его даже к своему думай ну даже можно перейти на него вот так вот и видит простенькую страничку который лежит в стреба кити в риджин в стреба кити ведь это вот все будем работать с этим делом окей теперь давайте создал начнем создавать ламда эйч функцию для этого нам нужно сделать две вещи во первых создать а ем роль давайте саду на и начнем а ем роли которая будет использоваться этой ланды и фунт ландо функции идем в rolls create rolls для ванды здесь нет ландо эйч к сожалению пока что как не появится ландо permission и permission очень простые и стандартные basic permission для ланды чтобы она поставить в как влог файл могла создавать ландо эйдем вас ланды basic дюшн роль вот ее и добавляем там и permission для этот и кладбочек и теперь назовем ее как назовем давать его ландо эйч как хотите конечно ландо эйч паспорт про так функцию ну и мы же собираемся делать в конце паспорт так короче так и вызвать крыльцом и это еще не все и мы в rolls давайте найдем ее ландо эйч ландо эйч идем сюда вити раз арилы а кстати ходить посмотреть что там находится в этом деле вот видите крейт мог груд крейт локстрим и put events это важное важно при это что дело теперь идем сюда trust relationship видите кто может запускать использовать эту роль только ландо этого мало нам нужно чтобы эту роль запускал ландо эйч едет шаст здесь просто нужно добавить так вот делаем так как им там нажмем так вот и здесь запятую и добавим сюда такую что кенту называется энч ламбда . amazon и да ну и . и все то есть второй сервис который может использовать эту эту роль это очень важно апдейт раз полюсе все нашим этот как его а им роль готова теперь может создавать эти создавать силан в принципе пойдемте ландо и вторая вещь важная которую нужно знать то есть мы создали еда ландо функция чтобы стать ландо эйч должна быть создана не и не в оригоне каком другом регионе только в нордсержне только это такое правило ну и амазоновская то есть только там потому что принадлежит клал тронда клон трон тоже через нордсержнея дистрибьюшн делает общем короче переходим в нордсержнея здесь создаем нашу ландо эйч функцию нажимаем кайд фанкшн и аутур фон скрэйч давайте назовем ее ландо эйч пас ворд мы пишем все это на пайтоне поэтому 38 последний отлично и перми шин перми шин какой роль которому только что сделали юз экзистен кроли давайте выберем где на где на воду на ландо эйч пас в протоках вот и сделал advance с этим систем хотите поставить ее в этот в вписи но он не надо записи короче край фанкш и создается простенькая мега простенькая функция вот она создалась супер просто ну мы это все сотрем и напишем свою функцию для начала хочу вам показать вообще где где эти все и хейдеры которыми можно мунипулировать принципе вам дэйч все они находятся принц где-то в 10 внутри в ивенте поэтому давайте по распечатываем все эти дела print event теперь где находится реквест весь этот джейсон такой как говорится джейсон объекту посылает броузер к нам напишем my request равен красиво my request равен event и оттуда уже вырезать их на другой джейсон рекорд нолик еще дальше идем к себе и дальше идем request готова и давайте рассчитываем это дело моя реквест а теперь где хайдеры если вы хотите манипулировать хайдерами эти моих равняется мой реквест и print my headers готова и что мы возвращаем вечером давайте будем возвращать моя реквест чума и квест функция продолжила выполнение функция наша ланды когда отработает она просто просчитывает вот эти дела в cloud watch я вам покажу где-то все распечатается и и просто вернется обратно вернет все что она получила принципе перешлет дальше этому как вы клад фронту класс он продолжит просто обрабатывать обычная это как в реквест но здесь еще добавимся для красоты просто реально для красоты так вот но понятно было реквест здесь делаем принт здесь делаем включать себя так чтобы нам понятно было в cloud watch вообще где все это находится нажимаем deploy это димите здесь не сейва диплой ведь только в норд-вижине диплой находится все готовы есть принципе нужно привязать нашу эту функцию нужно закрыть клауду клауд фронту есть две опции как это привязывать накажу идем в клауд фронт опция номер один выбираем наш клауд фронт идет идет сюда edit спускаемся вниз и вот видите ланда фаршин сэйшин на какой ивент мы хотим и iron amazon ресурсные вот этот нашей функции да но только здесь еще важно не просто функция а двое точек ой версии функции то есть мы все первое мы сейчас храним носила нас за первое и нажимаем есть можно кстати добавить сразу и вето текла ландо функции на другие ивенты видите то есть можно она все сразу как насколько хотите удобно немножко короче но мы привязываем только к одной давайте не отсюда это будем делать это первый как бы откуда можно привязать я нажму канцел все же здесь перейдем сюда в ланду и отсюда привяжем нашу вот эту функцию к нашему клауду кауд фронту идем action диплойту ландо и чуете диплой стирайте это желательно чтобы вам выдал все ваши дистрибьюшн который вас есть кластвовать у меня есть вот ландо и что творил вот он на какой ивент вы хотите привязать я хочу на его и request любой запрос до того как то дошло и переходит у риджи ну короче сразу же это и дело include body и я не делаю никогда не знает что-то не очень понял на хрена это нужно body viewer request хотите прочитать короче нет не надо диплой и он создаст версию номер один вот видите искать и написано будет success of liquid version one of your function и насосе это то есть триггер бла-бла-бла 7 еще сюда перейдем вот смотрите кладу и слышу увидеть еще светила на им прогресс начала чем диплой мы зайдем посмотрим что произошло в бейхей варс вы сейчас увидите на приотачивалась уже вот видите виры крест и вот нашла на ландо функция если пройдем до самого конца эти двоеточие единичка из первая версия и так можно разные версии приотачивать тестировать все насчет приотачивается в принципе короче как это дело закончится будет диплой может будет просто открыть вот этот юр он откроется конечно же без проблем если никакой ошибки мы не сделались в нашей ланди копии сделаю но самое интересное что будет это сохранится принято эти сработают эти принтер сработают наш клауд watch сохранится данные которые нам нужны для работы которые я вот и когда первый раз делать уланды функции учил принципе так и работал распечатал эти ивенты все и сори луки и вот мои хэдеры давайте начинать манипулировать иметь что-то с ними делать ладно давайте подождем пока это дистрибьюшн закончится откроем пару раз нашу страничку посмотрим в клаву дочь где этом где-то складывать будет наши логи и после этого уже за диплоем изменим наш код на код готовы я уже давно написал на пайтоне для пасворд протекшн который будет спрашивать юзерней и пароль а пока ждем все готово диплое давайте откроем наш страничку с каких-нибудь левых айпи адресов я использую для этого тор браузер чтобы открывать откуда-то хрен знает откуда очень-очень медленно ведь очень медленно открывается мужа я сам не знаю где-то открывается кроме пару раз в общем наша как в дистрибьюшн работает также ничего не поменялось но просто наша ландо запускается здесь же окей давайте посмотрим где клауду и events где наши клауду вот должны логи появиться дел клау дочь лог groups нету никаких логов в норд-вирджиния найти где появляются эти как вы ивенты клауду в том регионе и откуда откуда были запросы то есть если будут запросы там с европы знать каком-то из европейских регионов в общем какой клауд фронт дистрибьюшн дистрибьюшн отработал там логи и буду то есть надо искать я допустим сейчас запускал через тор и я не пойти с какой страны это запустилась потом лишь нужно реально пройтись и поискать где мой с какого логи логи появились ну я начну вам вам я перемотаю вот получилось несложно оказалось во франкфурте короче видите лог как выглядит вот такое название не будет и с какого региона запрос был обработан там и появится везде ищите в каждом регионе ну и посмотрим что у нас внутри вот у нас реквест один один лог и здесь куча куча всего короче вот в принципе если попроще это полный ивент видите это огромный такой кусок джейсона чтобы упасть попросил посмотреть есть такой джейсон линд можно так так красивее просто смотреть код копипест нажимаете валиды это видите вот здесь он весь ивент все что все что было заслано ну принципе эти мы дальше реквест до вырезаем вырезали реквест уже поменьше вот он река с принципе то все то же самое просто без задательной оболочки 1 нажать сюда так выглядит реквест из какого ip адреса но я использовал тор это не это адрес какой-то немецкий какой хост был использован какой как вот и user agent бла-бла-бла и и вот кстати вот если там слышь чего допустим выходить я как вы манипуляции делаешь можно переслать реквест типа get был так и хэдерс до хэдерс для наших хэдерс вы на них хэдерс на этих вырежем от сеного а вот копе короче и все и вот они хэдерс которые были посланы которыми тоже можно делать какие-то манипуляции если вам нужно делать вот так вот как бы видите ничего сложного круче очень важно это знать я считаю как бы чё и как делать ладно теперь хочу самое интересное это код наш код как мой код который я написал на пайтоне который будет делать аутентикацию спрашивать юзернейм и пароль для того чтобы редактировать нам нужно как бы здесь я не могу заректировать или пытаюсь нажимать кнопочки ничего не реагируется вот видите коден хэдлер и дико не волнуйтесь то есть пойти вы сейчас в первой версии пойти в последнюю нажмите сюда просто он перед последнюю версию этого и этой же функции просто теперь стираем все это к чертям собачьим и вот моя функция вот мой маленький код может маленький будет немножко давайте попытаюсь увеличить короче мы импортируем библиотеку base это юзернейм это пароль простой да и вот на мы опять же читаем и request читаем headers и мы создаем эту строчку аутентикации строчка будет равна нашему юзернейму двоеточие паролю и это все в аске после этого мы декодируем это все в бейс 64 все всю эту строчку и наш аутентикации стринг которая в конце должна быть в ходу это в хэдере будет basic пробел и аутентикации токен то есть токен это какой-то декодированная наша строчка вот это и мы проверяем хэдеры мы проверяем хэдер ведь и если их есть такой хэдер аутури заишн в наших хэдеров если этот хэдер одаре заишн его велю эту чему он равен ради нашего трезин если нет то вот это посылать обратно то есть аута она утра можно здесь послать как говорится вообще на три или четыре буквы куда угодно может написать что угодно в принципе и а если да вернуть реквест продолжить как говорится позволить человеку пойти дальше и все вот это такое простое давайте то за диплоем диплое 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 и конечно нужно обновить это версия номер два нам нужно за диплоить и теперь это дело диплоит у ландо edge выбираем наше дело мы хотим чтобы это три наши таланда спускалась опять же на view request то есть при каждом вообще запросе абсолютно без каширование нам и блин сделаю так и нажать диплой и что происходит он обновляет cloud front distribution наш с версии вторую двоечку там двоеточие двоечка теперь используется все и вот наша функция все готово это нам не надо можно поперейти в клауд фронт девушка фронт увидеть что там сейчас делается дистрибьюшн вот ведь им прогресс надо подождать пусть он это закончен и после этого когда мы будем переходить на вот этот юрал первый прежде что он самое первое что он сделает это спросить юзерными пароль и все готово диплоит ну принципе давайте ладно откроем наш функцию оппите что спрашивать юзерными пароль если мы ведем неправильный юзерные неправильные пароли окей опять спрашивают и так будет ваш пока не видите правильно если нажмете канцель и получите пошел отсюда он таразе эти все вы поставили пастор protection нас ведем админ юзерным админ админ получим вот это дело все эти мы защитили это дело кстати есть открыть это в браузере другом сейчас открою в чем-нибудь другого допустим microsoft и эти такое будет спрашивание пароль админ 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 работал то есть как бы юзер интерфейс типа разные немножко совсем в общем то так вот и все так все это работает source код я оставлю в гитхабе и вам сейчас покажу где-то все лежит перейдем гитхаб гитхаб точка ком слэш и 9 4000 репозиторий свод ландо edge function вот здесь этот ландо фанкшен пивай можете скачать себе используйте open source можете поставить звездочку меня здесь всем не жалко еще интересные вещи может быть вам будут на самом сайте амон и дабил с есть хороший пример и ландо edge example function здесь они и на но джейс и на пойду не и вот так вот можно посмотреть и чем там как делать видео не проверяют хедер если юра есть ведь используется пиксель и какой-то такая картинка то ритюб тут продолжить если нет то измените как бы другую картинку показать и сделать респон здесь про простенький есть такой вернуть допустим redirect сделать вообще это ну элементарные вещи вот redirect видите конечно с неважно что придет переслать его в общем вот этот адрес того короче куча куча всяких примеров по которым можно сделать то что вам нужно сделать теперь дайте расскажу как кстати стереть если вы хотите стереть эту ландо функцию да вот вообще хотите стереть смотрите переходим сюда фанкшен вы хотите нажимать здесь и дали то и не получится смотрите видите потому что ее версия используются репликации чтобы чтобы стереть посмотрите документацию и вот можно поставить куда-то короче что уже сделать нужно сначала пойти в крыла ваш клауд фронт пойти в behavior и убрать это делать то есть нажать вот так вот и нажать с когда она закончит как дистрибьюшн когда закончится закончится очищать все эти реплики из этой функции только после этого там реально еще пол через полчасика вы сможете здесь стереть эту функцию то есть знаете что это стереть ее функцию не так вот прям стеры должна стереться не стерлась вот и все это было ландо эйч функцию пользуйтесь прикольная штука и принципе часто используемая и да если вам нужно опасно protection как вот код уже готовы на моем гитхабе ладно всем удачи и пока май май